здравствуйте мои друзья надеюсь у вас все хорошо я рада вас приветствовать на нашем канале французский язык по полочкам и сегодня я хочу ответить на один из самых часто задаваемых вопросов и так этот вопрос касается как учить слова как учить чтобы их запомнить чтобы их применять и так далее то есть как учить слова с пользой и с конечным положительным результатом на этот вопрос я хочу ответить опираясь на свой собственный опыт и на опыт моих учеников когда я говорю что я опираюсь на опыт моих учеников я хочу чтобы вы поняли что вот уже практически 5 лет моя работа это работа в группах обучения французскому языку в мини-группах моя работа занимает от 8 до 10 10 с половиной часов в день то есть целый день это даже больше чем рабочий день я преподаю французский в группах в каждой группе у меня по 67 человек группы идут одна за другой группы разного уровня то есть это говорит о том насколько быстро я перестраиваюсь с одной темы на другую все группы разного уровня абсолютно разного то есть вы можете себе представить какой колоссальный опыт я получаю работая с моими группами это не один-два ученика индивидуальных это именно я работаю именно с большим потоком людей то есть это такой широкий пласт информации и так как запоминать слова как учить слова чтобы они оставались в голове они вылетали на следующий день вы должны соблюдать три основных принципа без этих трех принципов ну даже если вы один принцип нарушите результата нет вы должны соблюдать все три принципа принцип первый контекст принцип 2 долгосрочная память принцип 3 все виды памяти давайте теперь разбираться по порядку итак принцип первый контекст никогда не учите слова голым списком многие я кстати тоже сама так делала многие из вас выписывают слова абсолютно разные существительные прилагательные глаголы все в одну кучу на одной половинке записали на французском потом перевели на русский потом начинайте закрывать одну половинку вторую половинку и так далее в принципе а принцип неплохой но когда нет контекста эти слова не запоминаются каждое слово должно запоминаться в контексте поэтому что вы делаете во первых старайтесь всегда вот такие если вы даже и создаете такие списки или учите сразу несколько слов старайтесь чтобы эти слова относились к одной тематике например вы учите тему дом и все ваши слова относятся к теме дом вы учите тему работа и все и список ваших слов должен относиться к теме работа вы учите тему не знаю внешность человека значит все слова должны относиться к внешности человека не мешайте не смешивайте темы ваших списков слов дальше с каждым словом вы обязательно должны составлять предложение для начала я всегда рекомендую составлять предложение с местоимением же потому что информацию к себе когда мы примеряем мы за запах запоминаем ее лучше всего учите вы например учите вы слова по теме дом значит вместо того чтобы учить а от облив нет шиза вида вы должны сразу учить в контексте же in the blue blanche же in the blue blanche все я уже запомнила что in the blue я посмотрела на бой на мой белый стол и я уже запомнила что стол будет слово in the blue вместо того чтобы сто раз твердить слова in the net in the in the net окно вы можете придумать себе какую-то ассоциацию вы должны это слово примерить на себя на то что находится вокруг вас например илья дэв нет ходом а шампа илья дэв нет дома шампа и если вы повторите это предложение три-четыре раза вы запомните слово окно на всю жизнь то есть каждому слову вы должны придумывать контекст например учите вы глаголы возьмем с вами глагол сервере и сколько вы его не повторяли сервере и сервере и просыпаться просыпаться сервере и без контекста это пустая трата времени проговорите себе жеме рэвей то ли мата жме рэвей а сетер дюмата жме рэвей то а дизер дюмата и так далее придумывайте себе контекст именно контекст подходящий для вашей личной ситуации пункт 2 долгосрочная память что это такое ребята вспомните себя в школе вы все с механизмом работы долгосрочная и краткосрочной памяти сталкивались всегда во время школьной программы когда мы все сдавали экзамены у нас с вами есть три вида памяти это долгосрочная среднесрочная и краткосрочная краткосрочная память помогает нам с вами запомнить огромный пласт информация огромный объем информации но на короткий период времени вспоминайте себя когда вы сдавали экзамен очень многие из нас оставляли подготовку к экзамену на последний предпоследний день мы садились в последний день повторяли учили кучу правил учили кучу разного материал и на следующий день сдавали экзамен и потом все об из головы просто выветривалась ничего не оставалось почему потому что вы запустили только лишь краткосрочную память краткосрочная память работает у нас в первые 24 часа дальше у нас идет с вами среднесрочная память среднесрочная память работает у нас с вами в 48 часов что это такое выучили материал повторили на следующий день и повторили через день то есть в течение 48 часов то есть в течение двух суток вы повторяете один и тот же материал и вы запускаете процесс среднесрочной памяти третий вид памяти это долгосрочная память это память которую вы активизируйте в течение 72 часов то есть в течение трех суток для того чтобы запомнить надолго на всю жизнь что-то вам нужно повторять это что-то повторять один и тот же материал в течение трех дней а таким образом вы активизируете долгосрочную память и материал у вас остается в голове естественно с возрастом вот эти вот временные границы они увеличивают поэтому в определенном возрасте взрослому человеку кому-то достаточно трех дней для того чтобы запустить долгосрочную память кому-то достаточно четырех пяти дней но в любом случае не меньше трех дней поэтому всегда я рекомендую например если вы на моем канале делали уже а тренажеры для самостоятельной практике той или иной темы грамматики то в каждом тренажере я вам советую в течение трех дней возвращаться к тренажеру и его проделывать одни и те же предложения одни и те же фразы отрабатывать в течение а если у вас уже сроки эти увеличились в силу возраста значит отрабатывать течение четырех пяти дней и третий пункт это задействовать все виды вашей памяти все люди разные и все по-разному запоминают информацию кому-то нужно эту информацию услышать то есть мы воспринимаем информацию лучше на слух кому-то нужно обязательно увидеть то есть у нас больше развита с вами визуальная память кому-то нужно написать прописать новое слово таким образом у человека лучше работать механическая память так вот для того чтобы лучше запоминать материал старайтесь использовать не только ту память которую у вас развита лучше всего а вам нужно использовать взаимодействовать вам нужно задействовать все виды памяти то есть когда вы учите новые слова пожалуйста не надо их сразу прописывать сразу писать это я начинаю называю всегда работа секретарем писарем нет для начала вы должны новое слово проговорить проговорить вслух проговорить несколько раз только потом для того чтобы для того чтобы запомнить его ушами только потом вы это слово записывайте можете писать несколько раз и это очень хорошо помогает запомнить и только после этого вы на это слово смотрите и запоминать зрительно как она написана то есть проговариваем пишем смотрим проговариваем пишем смотрим ну и не забываем сюда подключать пункт 1 это контекст сейчас в этом видео я вам рассказала три основных способа запоминания информации конечно способов запоминания информации существует огромное множество кроме этих трех естественно существует куча всяких дополнительных но эти три основные поэтому для того чтобы запоминать слова используйте всегда вот эти три основные способа и дальше подключаете обязательно подключать второстепенные для кого-то это карточки для кого-то это стикеры на 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 стену а кому-то нужно услышать и услышать со стороны пожалуйста садитесь с собой рядом кого-то другого то есть второго человека и пускал он вам на диктовать допустим я очень хорошо запоминаю информацию на слух и я иногда прошу кого-то из моих близких пожалуйста два-три раза произнесите мне вот это вот это и вот это и я на слух уже прекрасно это запоминаю кому-то нужно наоборот прописывать если это ваш конек пожалуйста прописывайте но не забывайте что сначала вот эти три основных момента а уже потом все остальное я больше чем уверена что каждый изучающий французский не только французский любой иностранный язык для себя всегда ищет именно те методы которые эффективны и которые нам помогают и у каждого из нас есть какие-то свои секретики есть какие-то свои лайфхаки мне очень интересно послушать ваше мнение напишите мне пожалуйста в комментариях если вы выработали уже для себя какую-то методик и также это поможет остальным то есть таким же изучающим французский язык которые будут читать комментарии а ну расширить как бы свои возможности свои средства запоминания слов надеюсь что это видео вам было полезно не забывайте пожалуйста оставлять ваши лайки и комментарии подписывайтесь на наш канал у нас очень много всего интересного ну а мы с вами увидимся в следующих видео всем пока пока а